Великая Отечественная война принесла много страданий и потерь для нашей страны. Когда пришла беда, весь народ поднялся на защиту своего Отечества. На фронт из Самарской области отправились более полумиллиона человек. С передовой не вернулся каждый второй. Почтить память наших земляков, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины, в Парке Победы собрались ветераны и военнослужащие. Первые лица города – депутаты, общественные деятели, а также представители Тольяттинской молодежи и патриотических объединений. К собравшимся обратился глава города Николай Ренц. 78 лет назад наши доблестные войска сломали хребет гитлеровской Германии и навсегда, подчеркиваю, на века похоронили идею порабощения и победы над советским российским народом. И это была очень тяжелая победа, кровавая, долгая, изнурительная победа. Но она была, потому что невозможно было ни тогда, ни сейчас победить наш народ. И мы свято храним память о тех, кто тогда отдал все, что у него было ради победы. И в первую очередь о тех, кто погиб на полях сражений. Тольяттинцы почтили память героев-освободителей минуты молчания. Участники митинга возложили гирлянду памяти и цветы к вечному огню. Для нас это очень важно, что мы чтим память о той далекой войне. И никогда мы ее не забываем и не даем забывать. Вот такие клубы, как наш военно-сторический клуб, это предназначено для того, чтобы сохранять историю нашей страны. Это история Афганистана, Великой Отечественной войны и всех локальных войн, которые происходили на нашей земле. Праздничные мероприятия продолжились в культурном центре «Автоград». В зале почетные гости, ветераны боевых действий, труженики тыла, представители волонтерских организаций. Глава города Николай Рен зачитал поздравительный адрес от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Этот святой для каждого из нас праздник навеки вписан в героическую летопись нашего Отечества и мировую историю, как триумф советского народа, разгромившего фашистскую Германию и освободившего Европу от нацизма. Проявив невиданную стойкость, мужество, сплоченность и духовную мощь наши воины и труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны совершили беспримерный подвиг, которым всегда будут гордиться россияне. В этом году праздник Победы проходит под лейтмотивом песни «Баллада солдате». Вместе со всем залом Николай Альфредович исполнил одну из самых сильных песен о войне. Пулем вдоль берега крутого Мимаха В серой шиниле рядового шел солдат Шел солдат, преград не зная, шел солдат, друзей теряя. Часто бывало шел без привала, шел вперед солдат. Финальным аккордом праздничного концерта стало выступление участников международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю». Знаменитая «Катюша», «День Победы», «Темная ночь». Со сцены Дворца культуры звучали песни военных лет в исполнении российских и зарубежных музыкантов. Джимми Макрея, Франсуа Мадема, Сашо Гачника. Самарская область в эти дни стала центром антифашистского движения. В 63-й регион приехали музыканты из Великобритании, Каталонии, Франции, Финляндии, Литвы, Никарагуа, Словении. В течение шести дней они посетят шесть городов нашей губернии. Среди них Жигулевск и Тольятти. Концерты, лекции, форумы и круглые столы продлятся до 6 мая. Памятные акции в нашем городе также прошли в центре музея Владимира Высоцкого, в Театре юного зрителя-дилежанс и в парковом комплексе имени Сахарова. Цель акции – солидарный протест музыкантов, ученых и общественных деятелей разных стран против фашизма. Одной из самых страшных угроз человечества. Гвоздем международного фестиваля станет выступление голливудского актера, певца и общественного деятеля Стивена Сигала. Его ожидают в Самаре 6 мая. Наталья Лопатина, Евгений Черемин. Новости Тольятти. Продолжение следует...